Добрый вечер! Вы на телеканале Думская ТВ. Начинаем работать в прямом эфире в рамках «Вечер на Думской». Традиционно с 18 до 21 часа будем обсуждать самые главные темы. Сегодня поговорим о экономических событиях, которые происходят в нашей стране. Сегодня поговорим о перспективах повышения минимальной пенсии, когда это произойдет и сколько это будет. Также поговорим, насколько поднимется минимальная заработная плата, о которой уже было сказано в Верховной Раде. Ну и также поговорим о детских проблемах. Вчера на пляже Лонжерон была замечена определенная неприятная ситуация, выброс нечистот в море. Как с этим бороться и к чему это может привести, будем обсуждать сегодня. Также можете и с нами. В студии для вас работает Елена Еремеева. Никита Тарола и наш постоянный гость Эдуард Караже, экономист. Постоянная рубрика «Обзор экономических новостей». Приветствуем вас, Эдуард. Здравствуйте. Ну, мы с вами регулярно держим, как говорится, руку на пульсе в этих вопросах повышения минимальной заработной платы. Мы особенно много и подробно говорили о первом таком большом повышении с 1600 гривен до 3200. Вы говорили, какие последствия придут после такого повышения. Были, конечно, скептики, говорили, что это серьезный удар по бюджету. Вы говорили обратное. Сейчас уже минимальная заработная плата примерно 3700. И вот ее планируют поднять до 4200. Обосновано, нет? Давайте вашу оценку. Ну, конечно, любой рост заработной платы ждет население с любым нетерпением. И, конечно, всем уходит, чтобы это было как можно быстрее, чтобы это были как можно более, разница более высокая. Но мне тоже это очень хотелось. Но, с другой стороны, мне очень, скажем так, импонирует то, что сегодняшняя власть делает, не пытаются перепрыгнуть выше головы, да, а делает те повышения максимально реальными, которые могут быть. Причем, может быть, даже с каким-то таким опасением, какой-то осторожностью. То есть это все просчитано. И любое повышение – это замечательно. Но самое главное, чтобы оно не шло за счет печатания денег. То есть если бюджет страны это выдерживает, то давайте это будем делать как можно быстрее, как можно больше. Но здесь нужно на что обратить внимание. То есть, в принципе, вырастает только минимальная заработная плата. Правильно, да? Мы с вами знаем, насколько это говорит по бюджету. Ну, мы знаем, что бюджет сегодня, не бюджет, а предприятия государственные охватывают 20% рынка ВВП. Всего лишь. Но это не только бюджетники. Это и Укрзалезница, это и Нафтогаз, то есть крупные предприятия, которые тоже имеют где-то, наверное, 50% по объему. Поэтому, в принципе, это коснется незначительной части. Это коснется, как правило, работников системы высшей школы. Это коснется, наверное, каким-то образом медработников. То есть далеко не все это почувствуют. Но самое главное, что здесь произойдет, здесь опять очередной шаг детинизации экономики. Потому что это опять будет где-то возмущен малый-средний бизнес, его представители, которые выплачивают людям заработную плату в конвертах, как правило. Естественно, что они показывают официальную заработную плату на уровне минимальной. То есть, конечно, их затраты на зарплату не вырастут, потому что мы уже об этом говорили. Они наверняка своим людям платят больше, чем 4200. Естественно, что отчисления в соцстрах вырастут. То есть вот эта разница, которая там возникает где-то сегодня 320 гривен, 380. Вот на эту сумму будет 22%, на которую увеличиваются их расходы на каждого их работника, кому они платят зарплату по минимальной. Если они платят зарплату выше 4200, на них это никак не отразится абсолютно. То есть, их расходы останутся на прежнем уровне. Еще обратите внимание, когда повышается заработная плата у бюджетников. Она повышается с 1 июля. То есть, все работники системы образования уходят в отпуск с 30 июня. То есть, в принципе, да, зарплата их будет повышена, но они, скорее всего, ее получат не 1 июля, а получат ее уже в сентябре месяце. То есть, таким образом, сегодня кабинет министров растягивает. То есть, это не получается, что сразу на рынок попадет вся сумма. То есть, она будет попадать частями. Но мы все равно говорим о небольшой части тех людей, которые работают и попадут в категорию, у кого повысить зарплату. Да, кому повысить зарплату и которые уйдут на 2 месяца отдыхать. Но это не много людей, на самом-то деле. Но вы все равно на этом акцентируете внимание. Акцентирую на том, что это вся школа, это все вузы, все колледжи, вся система образования уходит в отпуск. Поэтому очень важно, что для экономики, когда впрыскивается большая сумма, это есть рост претензий на инфляцию, это есть на рост цен, это есть на то, что экономика может на это несколько негативно отреагировать. Более того, карточки, как бы все получают сегодня карточки. То есть, не означает, что нужно эту денежную массу из кассы выдать наличными. То есть, она попадает на карточные счета. То есть, таким образом, я очень бы хотел, чтобы вот этот, пускай минимальный рост цен, никак не рост, а на рост заработных плат не отразился на инфляции. Ваш коллега Александр Ахрименко на телефонной связи. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, здравствуйте. Рады вас слышать. Также хотим услышать ваше мнение по поводу ближайшего повышения минимальной заработной платы. Вы все-таки видите положительный оттенок в этом? Или вам кажется, что это все-таки нагрузка для бюджета? Ну, нагрузка будет, конечно. Но это не большое действительно повышение. Она несущественная нагрузка. Там больше, я так понимаю, будут сейчас ругаться мне бюджета бизнеса. Потому что те, кто платят зарплату по-белому, ну, во-первых, им надо будет минималку поднять и, соответственно, самочистки увеличить себестоимость. Ну, что вы сами понимаете. Они, конечно, будут ругаться. Я так понимаю, некоторые будут говорить, что вот, теперь мне приходится там увольнять людей, чтобы поднять. Так что такое разумеется. Ну, Александр, ведь резонно было замечено, что бизнес мог сильно возмущаться и искать другие варианты ведения этого бизнеса, когда повышение произошло в два раза. С 1600 до 3200. Если они смогли в этих условиях остаться на плаву, то повышение, условно говоря, на 480 гривен, это не так много. Не, не много, нет. Не много, но все равно ругаться будет, вы же догадываетесь. Но, в принципе, для бюджета не сильная нагрузка, сразу говорю. Потому что, опять же, сейчас это уже небольшие деньги. Поэтому, вот, предыдущие повышения для бюджета более было существеннее. Так что здесь, скажем так, это, ну, понятное дело, в любом случае хорошо. Ну, я думаю, люди не возражают, когда повышается. Но сказать, что это что-то радикально поменяет, вряд ли. Все равно люди будут говорить, что мало, что надо повышать больше. Я думаю, перед выбором ее еще повысят. Ну, что это действительно очень маленькая цифра, чтобы идти на выборы, скажем. Так, это что касается минимальной заработной платы. Ну, теперь мы видим, что и в этих же числах в начале следующего месяца будет повышаться минимальная пенсия. Вот. И будет повышаться совсем ненамного. Все зависит от того, там, какое количество минимального стажа. Что вы поняли из повышения минимальной пенсии? Какие главные моменты? И кто попадает в эту категорию? И насколько эти надбавки будут существенные или они неощутимы уже будут вообще? Ну, они, во-первых, будут где-то до 100 гривен. Ну, сами понимаете, цифра очень маленькая. Да, это вот... Это даже я бы не назвал повышение пенсии. Просто смотрите, что произошло. Несмотря на то, что вроде бы как было и там реформы, так дальше. Но у нас все равно оказалась часть пенсионеров... Говорили миллион-двиз. Пенсионеров, которых оказалось, что пенсия на сегодняшний момент ниже прожиточного минимума. То есть, грубо говоря, несмотря на то, что у нас действительно... Тогда говорили, что все, у нас пенсия, никого ниже прожиточного минимума не будет. Но оказалось. И теперь вот этим людям, которым действительно оказалось, что ниже, будет повышаться. Но, говорю, опять же, это в среднем. Потому что у некоторых, может быть, и 200 не хватает. Вот не хватает только 50. А в среднем, да, там просто рушу, ну, честно говоря, миллионы, это не так уж и много, у нас все-таки пенсионеров хорошо или плохо, но уже больше 13 миллионов, сами понимаете, что это затрагивает только небольшую часть. Так, а что будет происходить тем временем, несмотря на то, что это очень небольшая сумма для одного человека, до 100 гривен, это прям неощутимо, что будет происходить с пенсионным фондом, у которого там большие сложности? Ну, смотрите, у нас сложности и раньше были, я просто думаю, что вот это повышение уже, ну, радикально не ухудшит ситуацию, ситуация уже ухудшена. Мало кто обратил внимание, у нас за 5 месяцев, 2018 года, не выполнена доходная часть всего года. Про это как-то мало кто говорит, но получилась ситуация, что не собрали достаточно количества налогов. А вы сами знаете, что у нас же, ну, пенсионный фонд как бы датируется. Так что я так понимаю, что скорее всего придется делать эмиссию, прямо по моменту этого слова, и за счет эмиссии это все покрывать. Потому что, я так понимаю, самых доходов ухода в бюджет на сегодняшний момент реальных нет. Мало того, обращающихся... А это уже поручный круг, да, и это плохая, плохая весточка. Ну, понимаете, как ситуация, если бы не выборы, вот приближающие, я думаю, никто бы, конечно, это не повышал. Но скоро выборы, стоит цель во что бы то ни стало повысить, и уже никто не смотрит, а за счет чего. Помните, Данилюк, когда уходил, он, в общем-то, сказал, что денег на повышение нет. Но так как это было уже сказано под занавес, он мог себе позволить покритиковать свое ведомство. Хотя, я так понимаю, что сейчас и у министра финансов выговорит, что все замечательно, здесь и есть. Ну, вы же догадываете. Но в реальности их действительно нет. Спасибо вам большое, Александр, что высказали свою точку зрения в этих моментах. Александр Ахрименко, экономист, был на телефонной связи. Возвращаемся в студию. Эдуард Каражи. В некоторых моментах вы были абсолютно согласны или во всем? Нет, я согласен абсолютно, потому что как бы рост незначительный, и в этой ситуации самое главное, чтобы он был рассчитан и подтвержден. А что касается пенсии, действительно, просто тех, у кого сегодня не доходит до минимума, просто идет как бы выравнивать, чтобы это была справедливость по закону, чтобы мог получить. И очень важно, знаете, чтобы, опять же, очень удивляешься, когда пенсия одновременно растет с заработной платой. Обычно должно идти наоборот. Сначала выросла заработная плата, от нее вырастут вычисления в пенсионный фонд. Даже пускай дефицит останется на том же уровне, главное, чтобы он не рос. И уже за счет этих денег, то, что больше поступает в пенсионный фонд, уже с них повышать пенсию. Что касается укрепления гривны, ну вот просто какой-то мировой лидер по темпам укрепления, очень удивительно это слышать, очень удивительно эту информацию понимать. Однако, ну это факт, объяснить эти метаморфозы удивительные, учитывая, что по отношению к доллару гривна не падает, она остается на относительно стабильном уровне. Евро даже растет в некотором смысле. Мы помним о том, что у нас происходит на востоке страны и вообще в целом в экономике украинской. Тем не менее, такие показатели с чем связаны? Ну, во всем виновата Гонтарева, вы же знаете. Ее не стало, следы, которые остаются. Обязательно сейчас вы продолжите. На телефонной связи у нас находится наш корреспондент Иван Леонтьев. Он находится на улице Хуторской, где жители перекрывают дорогу из-за того, что там ездят крупногабаритный транспорт и разбивают дорогу. Подробности прямо сейчас. Ваня, ты в студии. Тебе слово. Добрый день, коллеги. Мы находимся на улице Хуторской. Местных жителей объединяет общая беда. Это чрезмерно перегруженный трафик большегрузового транспорта. Фуры следуют одна за одной. Буквально 24 часа в сутки они идут в порт. Особенно ухудшается ситуация, когда в порт приходит судно, собственно, куда идут эти фуры с грузом. В данный момент люди собираются перекрывать дорогу. Правда, пока к активным действиям не перешли. Давайте мы узнаем, что тревожит местных жителей из первых уст. Добрый день. Вы в прямом эфире сейчас. Скажите, пожалуйста, вот, собственно, что объединяет? Какая беда общая? Не ходите, не одна я. Подождите, мы все вместе. Мы говорим о том, чтобы по нашей улице поставили знак, и не жило вот эти машины, фуры не ходили по нашей улице. А говорят, что вроде бы в порт обращались раньше еще. И им объяснили, что есть какой-то план дороги от Клеверного моста через поле на порт. Но так это ничего и не решилось. А здесь же колонны такие идут, и они невозможны. Они же стоят, вот, как отстойник. Стоит колонна целая километром. Получается, на встречку выезжает этот транспорт, а маршрутки объезжают. Короче, здесь даже нельзя с ребенком перейти через дорогу. Мы же этим дышим. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, эта проблема уже у вас стоит остро не один год, не первый, да? И какие действия полиции? Я, насколько мне объяснили здесь люди, вот, как только вы собираетесь делать акцию какую-то очередную, с двух сторон блокируют и перенаправляют грузовой транспорт, да, в обход. Ну, здесь, видимо, да, прохуперсача, информация, да. Мы двое в понедельник собирались, мы говорили на одно время, но потом между собой у нас есть страничка, мы себе, кто вот, по Вайберу сообщили другое время, и кто-то слил. И поэтому сейчас это все как ветряные мельницы, мы, с кем мы боремся. Никого нет, машин нет, все хорошо. Милиция их нашла, сейчас количество людей с машинами перекрыли проезд. Ну и хорошо, и что сейчас? Ну, вот в данный момент мы вообще не видим тут фур, то есть следователи их направляют в обход? Конечно, как-то, или они отстаиваются. Сейчас пришло судно, и, конечно же, сейчас будет поток машин, потому что сейчас этот ячмень собирают. Вы понимаете, здесь, ну, можно подъехать от Клеверного моста, эта колонна стоит, но там же ширина, там же трасса. А скажите, кроме пыли, шума, так сказать, да, вот, и большого трафика? Они гадят, эти водители, они хамски себя ведут с монтировками, когда люди начинают накал страстей, они же как бандиты себя ведут. Мы боимся их... Как зовут вас? Меня Галина. Спасибо вам, Галина. Скажите, вот вы еще активно, да, выступаете против этой всей ситуации? Скажите, пожалуйста, вот кроме шума и пыли, вот какой-то физический вот неприятности бывает? Вот старый человек может пройти по этому рунту, вот по этим бордюрам. У нас дорогу начали делать из-за этого потока машин, что судно, у нас приостановилось ремонт... Я хочу, чтобы депутатов 10, бляха, вас здесь поселили, чтобы они почувствовали, как люди страдают. Скажите, а вот дома физически есть трещины вот в этой ситуации, да? Есть, да, вот, да, были, да. В частности, вот мы видим, да, вот такая трещина по стене, вот это результат этой ситуации всей, да? Скажите, а какие требования ваши? Ну, видим, что некоторые сложности со связью, там остается наш корреспондент. Вот такая ситуация, жители возмущены, требуют справедливости. Посмотрим, чем разрешится этот вопрос. Вернулся к нам, судя по всему, Ваня. Ваня, если ты нас слышишь... Да, вот от Клеверного моста, вот через поле, вот возле Лукойла, я не видела этот план, ну, вот говорят, что она это есть, у них планы. Но в каком году и в каком десятилетии, мы не знаем. Но мы терпим ужасные неудобства, ужасные. И все люди возмущены, от малого до великого. Особенно первая линия, да, я так понимаю? Конечно, вот мы здесь живем и требуем, и уже не один год продолжается. А, кстати, сейчас оно еще ухудшается. А сколько лет? Ну, 10, наверное, ну, может чуть меньше, но всего около 10 лет. Она ухудшается. И сейчас столько этого транспорта, наверное, со всей Украины. У нас же тут этот терминал, и он общий украинский. Спасибо вам. Это просто безобразие. Спасибо. Ну, мы видим, ситуация действительно напряженная. Правда, вот к активным действиям люди не спешат переходить. Опять же, объясняю это тем, что вот полиция ведет себя таким образом. Как только собирается акция, откуда-то узнают об этом правоохранительные органы. С двух сторон на участке Хоторской блокируют движение транспорта грузового и перенаправляют его. Соответственно, когда сюда приезжают все каналы, журналисты, кто осведомлен о готовящейся акции, они наблюдают здесь обычный поток транспорта без фур. Соответственно, люди просто в который раз не хотят выглядеть идиотами в данной ситуации. Студия. Да, Ваня, спасибо. Иван Леонтьев с улицы Хоторской рассказывал нам, почему жители перекрывают дорогу. Возвращаемся в студию. Еще несколько слов. Давайте попробуем подытожить две этих темы. Значит, повышение минимальной заработной платы и повышение минимальной пенсии. Мы уже в курсе гривны и доллары перешли, да? Да, пожалуйста, конечно. Значит, здесь, знаете как, очень удивительно, что на данном этапе за первые полугодия гривна так стабильно себя чувствует. Причем удивительно почему. Потому что максимально снята либерализация на вывоз валюты из страны. То есть сегодня отменены практически все ограничения на покупку валюты внутри страны. Естественно, это могло бы вызвать какой-то ажиотаж. То есть, ну, скорее всего, повлияло то, что, во-первых, мы перестали покупать самые главные энергоносители, да? То есть то, что является основной статьей на валюту. И сегодня лето, когда растет самая главная статья о поступлении. Это реализация сельхозпродукции. И, естественно, самое главное, почему я за Гонтарева не так пошутил, сказал действительно серьезно, что 79 тех банков, которые фактически были конторой, работали вне экономики, а работали на отмыв денег, на закупку валют, то есть не экономически, а чисто спекулятивно, сегодня их не существует. Поэтому то, что сегодня происходит, это вполне реальная ситуация. Это вполне, скажем так, объяснимо. Но хочу сказать, чтобы мы не радовались долго. Это, я думаю, такой частный случай. Просто нам повезло, что мы заняли первое место в этом полугодии. Но я думаю, что, опять же, колебаний особых не будет. И опять же, на уровне жизни это никак не отразится. Это никак не отразится. Не думайте, что все наши спекулянты, которые кричат, что цена растет, потому что вырос доллар, из-за того, что доллар упал, что они резко опустят цены. Они цены, наоборот, будут поднимать, потому что найдут другую солдатскую причину, лишь бы объяснить, почему цены растут. Спасибо вам большое. Эдуард Караже, экономист. Прерываемся, поговорим о ситуации с ливневками в Одессе. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова